И сейчас переносимся в Турцию. Будем говорить о программе гражданства этой страны. Моя собеседница Наталья Бютюкова, руководитель департамента Турции в компании Savils. Наталья уже подключилась. Наталья, здравствуйте, рада вас видеть, слышать. Да, здравствуйте, Филипп. Да, значит, в двух словах. Ну, собственно, компанию Savils, я думаю, представлять, наверное, не надо. Я думаю, что Наталья тоже несколько слов о компании и о ее работе скажет. Наталья, в двух словах давайте тогда о программе гражданства Турции просто сразу, чтобы не затягивать. Да, давайте сразу приступим, потому что формат достаточно обширенный. Хотелось бы уделить время всем аспектам нашей программы. Ну и прежде всего хотелось бы сказать, что, наверное, Турция – это необычно удивительная страна. Даже в географическом положении она находится на стыке Европы и Азии. И, как вы знаете, Турция притягивает своим живописным средиземноморским побережьем, а других же, наоборот, тянет к себе великолепие и контраст Стамбула. Это бывший Константинополь. Ну, а третьи же, конечно, наслаждаются прекраснейшими и дальнейшими памятниками искусства. Если же мы говорим о программе, то с начала программы около 35 тысяч иностранцев уже получили гражданство Турции в обмен на инвестиции. Как вы знаете, наверное, Турецкая Республика ввела данную программу только в 2017 году, и спрос на данную программу растет ежегодно. Даже несмотря на кризис и пандемию. Уже 4 тысячи инвесторов подали заявление на турецкое гражданство в период с марта по май 2001 года. Да, 21 года. 4 тысячи инвесторов. Ну и, наверное, у ваших слушателей появится вопрос, почему именно Турция, да и, наверное, у нас с вами Филипп. Это очень интересный вопрос, и я хотела бы ответить несколькими пунктами на него. Прежде всего, нужно сказать, что это отсутствие необходимости полностью раскрывать свое состояние актива, что, в принципе, наверное, для определенных граждан является преимуществом. То есть все, что вы зарабатываете в России, вам не обязательно декларировать в Турции. Также это возможность включения в заявление супругу и детей до 18 лет. То есть вы можете, имеете право получить гражданство Турции с учетом того, что это пакет для вас, для вашей жены и ваших детей. Это, наверное, такое неоспоримое преимущество. Плюс ко всему заявители не обязаны проживать в Турции. То есть вы становитесь гражданином Турции и не обязаны находиться в стране. И отсутствие ограничений на двойное гражданство. И заявители не обязаны отказываться от своего текущего гражданства. И, как я уже говорила, это удобное расположение для путешествий как в Европу, так и в Азию. Давайте немножко пробежимся, потому что вы уже начали отвечать на этот вопрос. Тем более, что некоторые вещи, слайды показывают. И после того, как мы о преимуществах закончим, все-таки очень важный момент условия. А что по деньгам-то требуется? Конечно. Я как раз хотела перейти к этому пункту. Конечно, инвесторы получают гражданство Турции за инвестиции от 250 тысяч долларов в экономику страны. То есть правительство, государство предлагает участникам программы. Существует шесть опций инвестирования. Но, наверное, самое оптимальное, быстрое и доступное для нас – это приобретение недвижимости от 250 тысяч долларов. Есть еще варианты – это открыть депозит в Турецком банке на полмиллиона долларов, купить ценные бумаги – ставка такая же, это полмиллиона долларов, приобрести гособлигации – полмиллиона долларов, открыть бизнес с капиталом – полмиллиона долларов или создание 50 рабочих мест. Хотелось бы отметить также, Филипп, что по истечению трех лет вы вправе продать объект недвижимости и также вывести свои деньги из госфондов и также продать свои облигации. Это как вариант. Прости, я правильно помню, изначально же программа стоила миллион. Миллион. А 250 она стала стоить с 2019 года. 2019 года, да, правительство Турции приняло решение, изменило закон, по которому участником программы может стать любой инвестор, который приобретает недвижимость на сумму от 250 тысяч долларов. Есть ли у вас опыт или примеры людей, которые, скажем, в 2017-м вложились в эту программу, а сейчас уже из нее вышли, ну, по крайней мере, там решили вопросом, продав недвижимость и так далее? То есть, насколько это на практике работает? Конечно, Филипп, данная схема работает на практике. Ликвидность объектов недвижимости в Турции достаточно высокая. То есть, наши агенты, клиенты сообщают нам о том, что постоянно на рынке продаются и покупаются новые объекты недвижимости. Поэтому сложности с продажей в дальнейшем, то есть, вывести свои деньги, проблем не составит никаких. Значит, я попросил у вас еще тогда, вот, знаете, этот кадр отдельно прокомментировать, вот, требования к заявителям, потому что этот момент важный. Кто может, в принципе, претендовать на... Смотрите, конечно, существуют определенные требования, то есть, основной заявитель должен быть старше 18 лет, он должен был ранее не быть депортирован из Турции, но и не нарушать визовый режим. Ну, наверное, это основа основ для получателей всех паспортов. Вы не должны нарушать законодательство Турецкой Республики, следовательно, дабы не быть депортированы. Ну, ведь, вот, понятное дело, что, может быть, там глобальное законодательство, я думаю, что там не так уж много народу кто нарушали, а вот с историей с визовым режимом, я предполагаю, тут риски определенные есть, потому что, ну, в Турции очень многие оставались, и все-таки Турция такая страна, где там остаться и там провести чуть больше времени, чем разрешено тебе формально можно. Вот если ты пробыл в стране больше полугода, не имея на то оснований, это уже нарушение режима? Конечно, это нарушение режима. Как вы знаете, с Турецкой Республикой мы вправе находиться в течение 90 дней, при этом вы должны будете выехать из страны и въехать в страну вновь. Но в данном случае вопрос может быть решаем, для этого необходимо будет заплатить штраф, и к тому же это будет на усмотрение регулятора. То есть они посмотрят, на сколько дней вы задержались в стране, и тем самым вынесут свой вердикт. Является ли это препятствием для получения гражданства Турции? Окей, давайте тогда дальше смотреть. Да, хотелось бы еще отметить, да, из преимуществ граждане Турции свободно путешествуют по 111 странам мира, в том числе это Япония, Гонконг и Сингапур. К сожалению, россиянам необходима виза, чтобы въехать на территорию этих стран. Граждане Турции свободно пользуются этим преимуществом, и к тому же Турция, к сожалению, все еще является кандидатом на вступление в Евросоюз, но, наверное, возможно, когда-нибудь это и случится, и, следовательно, список стран в будущем возможно расширится. Ну, 110 стран, сейчас я, давайте, еще этот кадр найду, он у нас уже без визы есть. Да, можно его показать, и вы видите, что еще есть. Слушайте, Южная Корея, Япония, Сингапурт, Иланд, ну, из таких неожиданных, то, что, как бы... Да, все, что для нас требуется виза, они вправе находиться в стране. К тому же, сейчас было уже, наверное, Туркстад, регулятор, который отвечает как раз за статистику, сообщает, что за последний год цены на турецкую недвижимость в среднем растут от 5 до 20% в год. Конечно, это все зависит от региона, но с начала пандемии коронавируса цены уже возросли на 15-30%, в том числе, Филипп, мы говорим о том, что все зависит от региона. На первое место неожиданно вышел Стамбул, чего ранее не было. По росту цен вы имеете в виду? Да, по росту цен на первое место вышел Стамбул. К тому же, сейчас в курортных зонах очень сложно приобрести недвижимость, которую ранее россияне скупали, наверное, в ограниченных количествах. То есть, раньше это стоило 30-35 тысяч долларов. Сейчас же вы не найдете ни один объект в рамках данного бюджета. То есть, минимальная сумма входа – это 50 тысяч долларов. То есть, даже ранее доступные для нас курорты для покупки недвижимости стали, к сожалению, уже не так доступны. Но это, конечно, сравнительно небольшая сумма. И хотелось бы отметить для всех слушателей нашего вебинара, что при покупке нескольких объектов, если сумма будет составлять 250 тысяч долларов, данный клиент будет вправе получить гражданство Турции. Это не обязательно должен быть только один объект недвижимости. Хотел бы еще уточнить важный момент. Когда мы говорим о стоимости объекта, вот что под ней подразумевается? То есть, где должны быть эти 250 тысяч? Потому что, ну, в Турции же есть такой момент, что ты платишь одну сумму, по документам получаешь. Не везде, но по документам там… Я имею в виду кадастровая. Кадастровая, да, вот этот момент, несколько слов. Можно? Да, Филипп, во-первых, компания Savils работает только с проверенными застройщиками. И те застройщики, которые дают нам на продажу объект недвижимости, они гарантируют то, что кадастровая стоимость будет совпадать именно с той стоимостью, за которую мы продаем нашим клиентам. То есть, у наших клиентов однозначно не будет никаких сложностей с подачей документов на получение гражданства, потому что в Турции это необходимое условие, чтобы кадастровые документы совпадали по стоимости с теми, которые застройщик представляет вам. Окей. Давайте тогда несколько слов о процедуре, о том, как все правильно делать. Конечно. Процедура не занимает достаточно длинный период, поэтому турецкий паспорт достаточно легок в получении по сравнению, конечно, с европейскими и с другими программами. Для нас прежде всего важно, чтобы клиенты выходили на нас напрямую для получения консультации. То есть консультацию мы изучаем требования клиента, то есть у каждых клиентов есть определенные требования по городу проживания, то есть где они хотели бы находиться, о размерах инвестиций. Ну и, конечно же, мы должны понимать, должна быть ли это курортная зона, или же клиент хотел бы проживать именно в крупных, больших городах. Неделя занимает в среднем этот процесс, то есть мы вступаем в непрямую консультацию, выслушиваем клиента, он дает нам понимание того, что он хочет, и мы предлагаем ему варианты. На втором этапе это уже выбор недвижимости. Необходимо просто подобрать тот объект, который отвечает всем требованиям, и его бронирование. Бронирование достаточно легкий процесс, то есть для начала нам даже есть возможность оформить сделку, находясь в России. То есть нужны паспортные данные и перевод. Мы можем сделать букинг данного объекта в среднем, это от 5 до 10 тысяч долларов. Тем самым мы можем зарезервировать определенный объект у наших застройщиков напрямую, без вовлечения третьих лиц в данный процесс. И, как вы понимаете, это очень просто, легко сделать, потому что все наши клиенты, в принципе, будут уверены в том, что данный объект будет зарезервирован, и деньги не спишутся без их согласия. Если же мы говорим, самым, наверное, трудоемким является третий этап, это подготовка документов, потому что все-таки необходимо подписать договор, но для этого нам стоит либо вылететь в Турцию для подписания, либо же доверить это нашим партнерам. То есть они могут взять доверенность и подписать контракт от своего имени, или же мы можем пополномочить именно застройщика. То есть застройщик выступит, но, следовательно, потом, в дальнейшем нам придется переуступать права. То есть застройщик в дальнейшем должен переуступить права вам, дабы вы вступили в права собственности. Что же нужно сказать? Что необходимым условием в Турции является открытие счета в банке. То есть, к сожалению, в дальнейшем мы не сможем приобретать недвижимость, и, в принципе, платить за эту недвижимость, если счет в банке не открыт. То есть это... Ну, это как бы такой довольно нормальный процесс. Да, это нормальный процесс, но вот это требование Турецкой Республики о том, чтобы все счета не проходили с иностранных счетов. Необходимо именно делать платежи с турецких счетов с указанием именно всех деталей покупки. То есть еще, наверное, вот скажу всем слушателям вебинара. У нас были в Турции, когда я работала, определенные проблемы с нашими клиентами, которые просто оплачивали и в назначении платежа забыли указывать, за какой объект недвижимости. К сожалению, это может повлиять на процесс, и это может процесс достаточно усложниться, потому что это является необходимым условием как раз внесения в назначении платежа, объекта недвижимости, имени и фамилии плательщика. Если мы говорим о данном процессе, то, конечно, это, я бы сказала, основное. И прошу обратить внимание всех тех, кто будет приобретать, чтобы люди, соответственно, не забывали о внесении и назначении платежа. Подача на гражданство четвертый уже этап. Конечно, все документы передает наш сотрудник, но ваше личное присутствие уже не требуется. И пятый, шестой этап – это уже рассмотрение заявки. В среднем месяц рассматривается заявка и проходит определенную бюрократическую проволочку. Но, как правило, итогом всего этого процесса является получение паспорта. Вначале вы получаете турецкий внутренний паспорт, он называется Кимлик, и уже, ну, хотелось бы отметить, что он выдается только лично в руки, то есть, к сожалению, наш полномоченный сотрудник не сможет его получить вместо вас. Не кариба? Да, нет, к сожалению. И отправить они по почте вам, к сожалению, тоже не смогут. То есть это личное присутствие. Но, скажем так, что… Немножко наивный вопрос. А это вообще хоть сколько-нибудь торжественная процедура или просто передают из рук в руки? Ну, к сожалению, это стандартная процедура. Потому что с момента как раз вот старта программы гражданства за инвестиции около четырех… нет, скажем так, около сорока тысяч уже инвесторов получили паспорт Турецкой Республики. Среди них, конечно, на первом месте идет Иран, на втором, как ни странно, Афганистан, и на третьем вот россияне. Мы на третьем месте. То есть мы вошли в топ-3 крупнейших покупателей недвижимости в Турции. Ну да, Наталья, Турция такая, правильно заметили, удивительная страна. То есть она для огромного количества людей, стран Ближнего Востока, это такой, насколько же, лифт вверх в безопасности. Ну, хотелось бы, конечно, вам сказать… Да, Филипп, это прежде всего безопасность для тех стран, которых я обозначила. Но еще сделаю такую маленькую пометку, чтобы вы не думали, что люди, которые вылетают из этих стран, они являются как бы третьим сортом людей. Нет, это, как правило, высокоинтеллектуальные профессии. Это владельцы крупных компаний, владельцы нефтяных, газовых компаний. То есть люди, прилетающие в Турцию и получающие как раз программу гражданства, они рассчитывают на то, что привезут с собой умы со всего мира. То есть сейчас Турция активно привлекает умы, и, видите, это достаточно такой долгий процесс, но они активно с ним справляются и успешно, скажем так. Окей. Наталья, давайте перед тем, как мы поговорим о конкретных объектах, которые, скажем, подходят под программу, ответим на несколько вопросов. Ну, первый, он к объектам тоже имеет некое касательство. А где в Турции наиболее ликвидная недвижимость? То есть как бы вы сейчас сказали? Смотрите, в Турции, конечно, в курортной зоне, если вы хотели бы продавать свою недвижимость дальнейшим русскоязычным клиентам, то, конечно, я бы посоветовала приобретать недвижимость в Алании, в Анталии. Она наиболее ликвидна на данный момент, но сектор стамбульский достаточно привлекателен и интересен, и, как я вам сказала, уже по количеству продаж именно Стамбул вышел на первое место, а уже на втором месте это Анталия, а на третьем, как ни странно, Анкара, потому что запросов на Анкару со стороны российских граждан, к сожалению, вот нет, но зато активно продается Стамбул и Анталия. Окей. Если на 250 тысяч покупаю два объекта, оформляю гражданство, могу ли я после этого одну квартиру сдавать в аренду? А может быть и две? Вы можете сдавать не только одну, и вторую в том числе, потому что ограничение на сдачу, вы вправе своей собственностью распоряжаться, но вы не имеете права ее продавать в течение трех лет. Какие документы требуются из России, помимо удостоверения личности? Подтверждение доходов, справки о несудимости, справки о здоровье, Конечно, справки о знании языка. Да, все верно. А о знании языка не требуется. Турция не ввела закон о сдаче языка, а также о сдаче экзамена по истории Турецкой Республики. Но, конечно, пакет документов будет затребован с клиента. Это, конечно же, необходимо в случае, если вы состоите в браке, то необходимо предоставить свидетельство о браке, если вдруг вы пожелаете супругу внести как одного из собственников недвижимости. В том числе, конечно же, если у вас дети, необходимо будет апостелировать документ о рождении детей, свидетельство о рождении, ну и предоставить, конечно же, справку о несудимости. Этот пакет является стандартным. Родители, заявители не участвуют в программе? Смотрите, касается, если вопрос касается дополнительно людей, то есть родители не входят в этот пакет гражданства, то вам необходимо приобрести еще недвижимость на сумму от 250 тысяч. То есть вы должны... Ну, уже для них. Да, уже они будут входить в этот список. Все верно. По сути, окей. Хорошо, давайте тогда сейчас перейдем к объектам. Что вы рекомендуете, какие варианты вы предлагаете, объекты на ситуации? Хорошо. Пожалуйста. Как раз мы переходим к нашим объектам. Наше первое, наверное, самое интересное предложение для клиентов и тех, кто, в принципе, слушает наш сегодняшний вебинар, это проект Бахча Шихири. Это достаточно известный проект, но, как вы видите, стоимость стартует от 330 тысяч долларов. Это, наверное, уникальный комплекс. Это 40-этажные здания и пятизвездочный отель, офисы, магазины. То есть Турция достаточно стремительно развивает сферу недвижимости, и вы видите, что объекты являются очень интересными. Мы можем перейти уже ко второму слайду. Давайте. Да, спасибо, Филипп. Вы видите, что... Это Лондра. Да, благодарю вас. Преимущество для инвесторов – это в том, что инвесторы могут сразу подать заявление на получение гражданства Турции. Это в случае заинтересованности просто. Но я думаю, что если вы приобретаете объект за 330 тысяч долларов минимально, то, конечно же, вы захотите получить гражданство Турции как бонус. К тому же вам не обязательно отказываться от гражданства Российской Федерации. Турецкая сторона разрешает наличие второго гражданства. Простите, я правильно понимаю, что этот объект в данный момент еще не достроен? Или он сдан уже? Этот проект не достроен. Все верно. Но подавать на гражданство ты можешь до завершения здания. Да, потому что в некоторых объектах Турции не существует единого правила. То есть объект не обязательно должен быть сдан. Вы даже вправе заплатить 25%, но это уже о втором объекте, который я вам буду сегодня рассказывать. Мы можем к нему тогда будем перейти, я вам скажу. Существует схема, по которой при оплате 25% вы получаете право на собственность. И с этими документами вы вправе идти и подавать документы на гражданство. То есть все очень, Филипп, уникально, индивидуально с каждым застройщиком в Стамбуле. Но в данном случае, несмотря на то, что этот проект еще не достроен, компания при подписании контракта гарантирует вам доходность валюте 7% годовых в год. То есть вы должны понимать, что это гарантированный доход в долларовом эквиваленте сроком на 3 года. То есть это эксклюзивное предложение от данного застройщика нашей компании Savils. Ну и, конечно же, проект этот уникален. И с точки зрения инвестирования, и с точки зрения расположения, он находится в европейской части Стамбула. И уже, наверное, более подробно об этом проекте мы можем направить информацию всем заинтересованным. Если они будут таковы. Чуть выше контакты, Наталья, есть, но мы еще их, безусловно, опубликуем. Так что если какой-то объект заинтересовал, вы можете связаться по телефону практически сразу после эфира или погодя, или уточнить. Давайте к следующему тогда переходим. Да, переходим к следующему. Наш второй проект находится уже в азиатской части Стамбула. Как вы видите, проект достаточно интересный, и он относится к дубайскому застройщику. То есть дубайский застройщик выступил, наверное, основным застройщиком данного объекта в Турции, и компания принадлежит дубайскому шейху. Здесь потрясающие просто виды, количество комнат. Мы можем сказать от 1 плюс 1, как вы знаете, в Турции. Это не только однокомнатные, то есть одна комната плюс зал. То есть у них не продаются однокомнатные в нашем представлении. То есть это как бы двухкомнатные, если мы говорим о российском рынке. Это, наверное, отличное решение для тех, кто хотел бы находиться в центре Стамбула, потому что до, наверное, основных магистралей, основных достопримечательностей это займет не так много времени. То есть до площади всеми известной такси, это всего лишь 15 минут на автомобиле. То есть вокруг комплекса достаточно много школ, университетов. И вы, наверное, знаете, что университеты Стамбула, они признаны во всем мире. То есть диплом признаются во всем мире. И тем родителям, которые, наверное, рассматривают для своих детей интересные предложения по образованию, Турция, наверное, устроит в этом отношении. Скажите еще раз по поводу этого объекта. Он тоже достроен, не достроен? Данный проект уже достроен. Ключи уже были переданы покупателям. То есть все, кто заинтересуется, можно сказать, что в данном комплексе 46 этажей, мебель включена в стоимость. Если вы обратите внимание, это очень дорогая итальянская мебель. И что еще хотелось бы сказать, что, помимо всего прочего, по второму комплексу, о котором мы сегодня с вами сейчас разговариваем, у вас будет прямой доступ в торговый центр до станции метро ГЕСТП. Это буквально 10 минут пешком, если кого-то интересует транспортная доступность. И, как я уже сказала, при оплате 25% клиент получит ТАПУ, право на собственность, и может подавать спокойно на получение гражданства Турецкой Республики. И срок, как мы уже с вами, Филипп, неоднократно говорили, в Турции достаточно короткий. Это всего лишь до трех месяцев. То есть через три месяца вы уже вполне возможно получите паспорт Турецкой Республики. Окей. Давайте смотреть дальше. Следующий проект, как я понимаю, мы переносимся с вами в Мережье Средиземноморское. Все верно. Это действительно очень интересный проект, даже с точки зрения инвестирования. Как вы видите, ввод по эксплуатацию произойдет только в августе 2022 года, и стартовая цена достаточно привлекательная. Я думаю, что тем, кто будет просматривать, у кого бюджет позволяет, то я бы, конечно, рекомендовала данный объект. Инфраструктура, как вы видите, это школы, магазины, государственные. Район Мотлар, я думаю, да, многие представляют, что это в городе. Да, я думаю, что это самый популярный, да, русскоязычный район. Его сейчас турки называют русскоязычный район в Алане. Так что, пожалуйста, обращайтесь, мы направим всю информацию по объектам. И здесь, конечно, вот по третьему объекту у нас есть возможность, конечно, даже без вашего присутствия мы сможем оформить сделку, подписать, и даже без открытия счета в банке. Это вот прямое от нашего застройщика, наверное, специальное предложение. Смотрите, ну 46 тысяч долларов – это далеко не 250. Наверное. Соответственно, вы рассматриваете просто покупку каким-то пакетом, то есть купите там шесть апартаментов разных сразу, или это просто как такое добавление, милая, приятная история? Да, это добавление, скажем так. Конечно, для инвесторов, если вдруг инвесторы заинтересуются, наверное, для них, конечно, было бы интереснее скупить именно пакетом. Но данные проекты покупают индивидуальные покупатели, поэтому, в принципе, мы готовы отправить информацию всем тем, кто заинтересуется. Давайте еще разочек тогда уточним. Вот этот момент, вы его сказали, но, наверное, проговорить его еще надо. Сколько объектов можно или нужно купить для того, чтобы в сумме… И вообще можно ли так сделать, чтобы в сумме получать после этого гражданство по итоговой цене? Да, конечно. Как я уже не раз вам сказала, именно есть возможность приобрести либо же один объект недвижимости на сумму от 250 тысяч долларов, или же пакет недвижимости, чтобы общая сумма составляла 250 тысяч долларов. То есть это может быть два объекта недвижимости, это может быть пять объектов недвижимости, но есть маленькая поправка. То есть эти объекты недвижимости должны будут приобретены в течение трех месяцев. То есть совокупность объектов. От начала до конца, да? Да, да. То есть если вдруг вы скажете, вот я куплю один объект, а через шесть месяцев другой, к сожалению, нет. На процесс получения это, конечно, уже скажется, и вам откажут именно даже в принятии ваших документов на то, чтобы оформить гражданство. Частый вопрос, но тем не менее. Вот три года я не имею права продавать недвижимость, чтобы сохранять гражданство. Три года от какого периода отсчитывается? От момента приобретения первого объекта или от момента получения паспорта? Смотрите, от момента приобретения. То есть вы приобретаете недвижимость, и вы уже являетесь ее владельцем. То есть с этого момента, и как правило, вы же знаете, это не занимает долгий процесс, это всего лишь вопрос трех месяцев. Действительно ли так столь проста бюрократическая процедура? Да, вот хорошо, купил, все документы есть, а дальше... Филипп, конечно, Турция славится известна своими бюрократическими, наверное, механизмами, поэтому мы эту задачу берем на себя и сделаем наиболее оптимальным вхождение в гражданство для наших клиентов. То есть это легкий процесс, скажем так. Если вы хотели бы собрать документы сами или же клиенты скажут, то, к сожалению, это не так легко и просто сделать. К тому же в Турции нельзя забывать, что Турция пока не свободно говорит на английском, и все те, кто думают, что для проживания достаточно английского, да, конечно, для комфортного проживания, как турист, достаточно и говорить на английском, и вы обязательно найдете тех, кто поможет вам, но для того, чтобы общаться с госорганами, необходим именно турецкий язык, потому что в Турции, как, наверное, и в России во многих госучреждениях, вряд ли много сотрудников именно общаются на английском языке свободно. Окей. Вопрос... Ну, вы уже рассказывали, но, тем не менее, вот Артем спрашивает, когда возможен полный выход из инвестпроектов при условии сохранения гражданства или при продаже гражданства теряются, повторите, пожалуйста, еще раз. Конечно, нет, гражданство неотъемлемо, то есть уже при получении гражданства никто вправе уже отнять его у вас, если же вы вдруг очень злостно не нарушите турецкое законодательство и, к сожалению, президент не подпишет документы о лишении вас гражданства, то есть если мы говорим об этом, то, конечно, нет. Вы вправе приобретать недвижимость, по истечении трех лет продавать недвижимость и вы являетесь гражданином Турецкой Республики, несмотря на то, что вы вышли как бы из программы уже. Но вы соблюли все необходимые условия для того, чтобы получить гражданство данной страны. Так, вопрос. Что-то не верится, что сразу после покупки становишься владельцем объекта, объект еще не завершен и он еще не введен, не зарегистрирован в кадастре, как введенный, законченный объект. Есть ли, где гарантии, что проект будет завершен? То есть по гарантиям, конечно, я понимаю, действительно клиент прав, тот, кто спрашивает данный вопрос, он имеет право на это. Потому что, как я сказала, по второму объекту мы сегодня уже обсудили. Проект готов, проект сдан, но у разных застройщиков существуют определенные платежные планы. То есть ввиду того, чтобы гражданство получить, вам необходимо заплатить 250 тысяч долларов. Наверное, это самое главное, основное условие при огромном количестве и достаточно высокой цене объектов. Это примерно 25% от стоимости объекта. Вы получаете паспорт и нет никаких сложностей в дальнейшем. Окей. Не могу не спросить. Вот вы показали три примера, три объекта. Два из них в Стамбуле, один из них на побережье. При этом, понятное дело, что там, ну, даже мы видим у себя на Приане, Аланья-Анталия – это все равно огромный, гораздо более серьезный спрос, чем на Стамбул. Вот ваш взгляд, вот вообще в Алании, в Анталии покупают под гражданство или все-таки, ну, потому что там, там тоже наверняка есть объекты 250+, хотя их в отношении не так много, как в Стамбуле. Вот несколько слов можно об этом? Все-таки цели покупателей исходя из того, где они приобретают объект, как вы себе это видите? Конечно, смотрите, если же мы говорим, наверное, о таком типичном портрете покупателей, то в Алании и Анталии, ну, масса людей, приобретающих объекты, это, конечно, не на гражданство. То есть они приобретают летний дом. Мы называли его дом для отдыха. Потому что, прежде всего, стоимость, конечно, значительно разнится с той суммой, которая необходима для ввода в программу. То есть это не 250, а все-таки это там от 50 тысяч долларов. Поэтому основная масса, конечно, приобретают для себя дом или же на время вот пандемии. Как вы знаете, наверное, очень много россиян и русскоязычных граждан, даже из СНГ, вылетали в Турцию и проводили свой срок пандемии именно в этой стране, потому что это комфортное проживание, это достаточно дешевые продукты питания. И, наверное, климат, который является основой для пребывания наших граждан, потому что зимой температура редко опускается ниже 10 градусов, что считается достаточно теплым периодом. Застройщики, вот еще раз, начиняющий вопрос, застройщики строят свои проекты за счет дольщиков, или финансирование идет от других источников. И вообще вы представляете такую информацию? Смотрите, я вам сейчас расскажу, просто у каждого застройщика существуют свои условия работы на рынке. Для некоторых застройщиков, да, они строят объекты за счет дольщиков, для других же объектов они используют свои личные источники финансирования и даже могут сфинансировать вашу покупку. То есть у них есть определенные фонды, из которых вы можете у застройщика напрямую взять вот кредит. Но он поддается под 0%, и, конечно, это, как правило, очень дорогие объекты недвижимости. В основном, конечно, все... Нельзя сказать, Филипп, что существуют определенные стандартные вот условия работы с застройщиками и как происходит финансирование. То есть это надо выяснять у каждого застройщика в индивидуальном порядке. Окей. Наталья, ну и давайте тогда уже подводя итог, все-таки вопрос, который я задаю всем участникам нашего форума-вебинара. Вот вместо турецкой программы, вот в галерее всевозможных вариантов, тем более, что ваша компания же тоже работает не только с Турцией. Вот кому подходит в первую очередь гражданство Турции? Кому наоборот, на ваш взгляд, нужно обратить внимание на что-то другое? И вот портрет покупателя, кому программа гражданства Турции ближе всего? Ваше мнение. Да, Филипп, спасибо за ваш вопрос. Я постараюсь на него ответить. Но, наверное, портрет человека, который хотел бы приобрести недвижимость, получить турецкий паспорт, это тот человек, который хотел бы постоянно жить на Средиземном море. Ну и, наверное, к этому человеку нужен план Б. То есть в случае, как вы знаете, в Турции достаточно спокойно, уверенная экономика, несмотря на то, что периодически курс лиры штормит. Сейчас лира вышла и уже 10 рублей. Но мы можем сказать, что инвесторы из других стран, они не чувствуют на себе данных изменений. Это касается только граждан Турции. А вот инвесторов Турция, наоборот, сейчас привлекает больше всего. Потому что мы скажем так, что немцы и европейцы, которые... Ну, немцы, а европейцы в том числе, умеют считать свои деньги и уже активно заходят на рынок Турции. Немцы увеличили активность более чем вдвое, а американцы, что для меня, например, было очень удивительно, согласно данным правительства Турции, уже вошли в двадцатку иностранных покупателей недвижимости в Турции. Но этот человек хотел бы, наверное, кто приобретает недвижимость Турции, перемещаться и находиться... Вы знаете, что Турция, Стамбул в том числе, является международным хабом. То есть потребуется несколько часов, чтобы либо долететь до Европы, либо же долететь до Азии. То есть человек достаточно мобилен, у него, как правило, наверное, уже есть свой бизнес, и он хотел бы проводить, наверное, свое время в более комфортном климатической зоне. Окей. Пришло... Просто во время вашего ответа сразу несколько вопросов еще поступило, поэтому давайте на них ответим, и потом уже будем двигаться дальше. Ну, на первый вопрос я сам отвечу. Есть ли возможность получить запись вебинара? Да, мы всем участникам обязательно ее вышлем, плюс она будет... Запись всех вебинаров, всех поступлений отдельно будет опубликована на YouTube-канале Сприана. Мы в чате контакта это публикуем. Насколько могут быть ликвидны предложенные объекты по окончании трехлетнего периода? Сколько... Давайте вот... Насколько могут быть ликвидны? Смотрите, данные объекта ликвидны, потому что мы их как раз выбрали вот в топ-3 объектов, которые мы рекомендуем нашим инвесторам, клиентам. Первый объект, о котором мы сегодня... О котором я вам успела уже рассказать, он относится к сети отелей, то есть, в принципе, мы гарантированный доход клиентам, как я озвучила, это 7% годовых в год, и, следовательно, вы понимаете, что данные объекты, они легко продаются, и они находятся в Стамбуле, они находятся за чертой города. А в Алании же, вы знаете, те объекты, которые всегда в спросе, и, как мы уже сказали, что нет никаких проблем, все объекты недвижимости ликвидны, и у вас не возникнет никаких вопросов при продаже. Сколько времени может занять выход, продаж и возврат инвестиций? Смотрите, по времени, ввиду того, что рынок достаточно активен сейчас, и, как я сказала, в период коронавируса достаточно много сделок было совершено, в принципе, этот процесс занимает в среднем 2 месяца. Налоги с продажи при условии владения, ну, если 3 года владеешь, через 3 года продал, сколько ты должен можешь отдать? Смотрите, Филипп, по налогообложению, кстати, в Турции существует налог как раз на владение недвижимостью, но он совершенно мизерный, это 0,2, это за владение недвижимостью как раз в Стамбуле и в городе. За чертой Стамбула это 0,1, как раз налогообложения достаточно, конечно, в Турции существует, и можно выслать сетку для заинтересовавшегося клиента, я с радостью отправлю, если его будет интересовать уже более подробно налогообложение страны. Михаил, наш зритель, он очень интересный ракурс всех экспертов спрашивает на эту тему. Давайте, Михаил. У вас интересный вопрос у Михаила, вопрос, связанный с автомобилями, обмене прав, то есть действуют ли российские права в Турции, и можно ли вообще привезти автомобиль из России? Конечно, автомобиль вы можете привезти, но, конечно, у вас будет процесс, вам необходимо будет его растаможить, потому что вы пересекаете, но права, к сожалению, не признаются Турецкой Республикой, вам придется заново пойти в школу и сдавать экзамены. Окей. И вопрос о сейсмостойкости вот этих домов, тех проектов, которые вы представляете, как вообще с этим обстоят дела? Ну, тут вопрос длинный, но суть примерно связанная с сейсмостойкостью. Так, ах, хороший вопрос. Кстати, у нас специалисты по Турции. Все проекты сейчас в Стамбуле создаются с учетом как раз регламентов строительства в сейсмозоне, поэтому вы должны быть уверены, что инженерная и проектная часть данных зданий соответствуют всем качествам, которые клиента... Ну, если вас будут, конечно, интересовать, мы можем дать более подробную информацию, но вы не должны переживать, сейсмоустойчиво все здания. Ну что ж, отлично. На этой ноте, я думаю, мы прервем наш диалог. Я думаю, что мы, Наталья, обязательно с вами в дальнейшем общаемся и поговорим о Турции. Филипп, спасибо вам за ваше время и всем нашим слушателям желаю отличного дня. Контакты, 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 контакты с Натальей. Давайте, пожалуйста, опубликуем в чате. И уже такой финальный вопрос, пока наши зрители контакты смотрят. Звоните, пишите, пожалуйста, насчет качества. Вот ваш взгляд... Давайте так. Я не зачту ответ, что вот в Турции все хорошо и строят идеально. Все-таки вот какие здесь есть или, возможно, но по вашему опыту все-таки вы работаете с турецкой недвижимостью плотно и понимаете, какие здесь подводные камни. Конечно. Есть ли проекты, которые вы смотрите и говорите, нет, плохо, стоп, фу, не работает. Филипп, но у вас вопрос достаточно интересен, и я вам скажу честно, всем тем, кто интересуется как раз покупкой в Турции, нужно быть предельно аккуратным, потому что, к сожалению, существуют недобросовестные застройщики. И недобросовестно они относятся не только к клиентам, но, наверное, скорее всего, даже к себе, потому что некоторые объекты не отвечают требованиям, и они продаются. К сожалению, некоторые застройщики умалчивают то, что кадастровая стоимость не соответствует заявленной стоимости. То есть, пожалуйста, я, наверное, советую всем обратить внимание на данный пункт, дабы потом, конечно, не кусать локти, потому что это достаточно обидно, потратить деньги в чужой стране и потом заниматься судебными разбирательствами. Поэтому изучайте, конечно, знакомьтесь, но наша компания работает только с проверенными застройщиками, и мы неоднократно, наша команда выезжала в Турцию и самостоятельно проверяла каждый объект по отдельности. Поэтому мы несем ответственность за то, что мы будем вам предлагать и за те объекты. Но, как я уже сказала, Филипп, к сожалению, да, есть такой момент, то, что в Турции существуют недобросовестные застройщики, и они недобросовестно относятся к своей работе в том числе. Окей. Ну что ж, Наталья, спасибо огромное.